Новогодние каникулы – пора, когда волшебство входит в каждый дом, превращая будничную, рутинную жизнь в настоящую сказку. Педагоги Артемовской детской художественной школы сумели подарить своим ученикам новогоднее чудо – представление по мотивам сказки Андерсона «Золушка». В старой сказке говорится про волшебные дела, как милая Золушка возделится, за злою мачекой жила, в королевстве входильницы, лучше Золушки не цискать, но за все старания умелицы мачека могла только ругать. Особое внимание зрителей спектакля было приковано, конечно же, к костюмам главных действующих лиц. Золушка, ты где? Ау! Золушка, не слышишь, я тебя зову, опять приходится искать, не смей перечить мне, молчать. Ты целый день сидишь безделья, я с дочками уж все успела. Золушка, не слышишь, я тебя зову, опять приходится искать, не смей перечить мне, молчать. Золушка, не плачь, горький, слезы горькие, ты сперчешь, ты заслужил, я бы, к швабам. Дед Мороз тебя зову, в допись мне, читай и ответ не передай. Дед Мороз меня зовет, вместе встретит Новый год. Как же я на бал хочу, мысленно туда лечу. Значительная роль в постановке спектакля все же была отведена самим ребятам, которым удалось проявить свою артистичность. Завиданная роль в постановке спектакля все же была отведена самим ребятам, которым удалось проявить свою артистичность. Для самых маленьких организаторы устроили специальный конкурс загадок. Кто под елкой ловко скачет и взлетает на дубы, кто в дубле орешки прячет, тушит на зиму грибы. Белочка, конец. И, конечно же, не обошлось без главного символа Нового года – Дедушки Мороза. Получил я приглашение на новогоднее веселье. Здравствуйте, мои друзья. Здравствуйте. Газ пришел на праздник я. На гостей я погляжу, между ними покажу. Как прекрасный, но садима. Как чудесный, как красивый. На мой костюмчик посмотрите. Шиг и блеск в нем оцените. У меня костюм такой, позавидует любой. Я сегодня буду рад выбрать лучший ваш наряд. Богатое платье, а кто его сшил, тому бы подарок я и урчил. А вот костюм, как у снегурки. Мне понравилось. И побеждает в конкурсе по праву. Лучшая награда за труды в постановке – звонкий детский смех. Поэтому так важно дарить детям сказку не только в канун Нового года.